Приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим. Добро пожаловать в Дом Веры, если у вас есть желание. Присоединяйтесь к нашей интернет-общению Дом Веры. Еще раз ободряю вас присоединяться. Каждый день мы с вами встречаемся, кроме субботы и понедельника. Это у нас выходные дни. Возьмите вашу кружечку кофе. И если у вас есть желание, давайте вместе будем изучать Писание. Давайте вместе будем вникать в Слово Божие. Что Слово Божие говорит нам. Это мы делаем каждый день. Вы знаете, в Библии написано, что они победили дьявола кровью агнца и словом свидетельца своего. Кстати, если вы хотите мне что-то написать, сейчас пройдите на сайт Дом Веры и мне можете написать в прямом эфире. Написано, они победили его, дьявола, кровью агнца и словом свидетельца своего. Я обращаюсь к каждому из вас и вдохновляю вас. Сегодня мы имеем два величайших оружия. Кровь агнца и слово свидетельца своего. Если вам интересно, сегодня у нас будет интересное общение. У меня друг приехал из Алматы, откуда ты? Из Алматы, наверное, да? Из Алматы. Ты алматинец или ты Петропавловец? Ну, сейчас уже алматинец. Приветствую тебя, Александр. Я сейчас попробую твою фамилию провести. Чепуковичус. Правильно? Правильно. Итак, у нас с вами Александр. Ты у нас кто? Ты у нас... Как тебя назвать? Ну, кроме того, что ты Божий сын, Дитё Божье, ты футболист, да? Ну... Играешь в футбол? Да, на данный момент ещё играю. Ещё играешь. Это твоя профессиональная... Твоя профессия, правильно? Сейчас это уже, наверное, больше хобби, но до сих пор ещё играю в футбол и получаю от этой игры большое удовольствие. Ну, тебе платят за то, что ты играешь? Да. Ну, всё. Ну, если человек... Понимаешь, здесь вопрос. Если художник рисует картины, ему никто не платит, то это как бы любитель. Если художник рисует картины, ему платят, это уже профессионал. То есть ты занимаешься футболом? Профессионально... Вообще, очень редко встретишь христиан, занимающихся серьёзным спортом. Футбол — это всё-таки серьёзно. Ты играешь в салматинские клубы, насколько я понимаю, да? Да. И интересно. Помимо этого, ты ещё занимаешься бизнесом, насколько я понимаю. Да. Расскажи в двух словах. Ну, мы с женой не так давно, года два назад, начали представлять петропавловскую продукцию кондитерскую. Петропавловский кондитер. И занимаемся этим по алмате. То есть у нас есть... Сеть дистрибьюции и так далее. Ну, потрясающе. И небольшое производство делаем на фирменные машины, на дорогие бизнес-класса пневмосистемы. То есть вы какие-то пневмосистемы делаете. Потрясающе. Ну, вот смотри. Твоя жизнь... Я тебя уже сколько лет знаю? С 2007 года. Ты давно уже, да? Да. Ты сколько лет? Восемь. Восемь лет. Восемь лет. Вот, знаешь, когда я встретил тебя в церкви, все нормально, слава Богу. Я, ну, так вижу, человек радостный, светлый, пришел, улыбается, жена красивая, он симпатичный. Такие улыбаются, радостные, что-то говорят, футбол, туда-сюда. Ну, думаю, ну, классно. Но когда я недавно узнал, как ты покаялся, ты в Петропавловске показывал, да? Да. В Петропавловске. Это очень меня сильно коснулось. Вы знаете, дорогие зрители, это вообще уникальная история. Реально уникальная. Если кто-то скажет, что десятина — это побор, то я хочу сказать вам, вот в случае с Александром, десятина — это не побор, это... Благословение. Это благословение. Чуть громче говори, чтобы слышать. Это благословение. Благословение. Я попрошу его сделать небольшой такой рассказ, рассказать вам о том, как он обратился к Господу. Александр, вот это твоя камера. И вот нашим сейчас включат, и сейчас нашим зрителям расскажи, расскажи, как ты пришел к Иисусу Христу, как ты обратился к Нему, как ты обратился в евангельскую веру. То есть это очень интересно, с чего все началось. Поэтому так уверенным голосом на камеру рассказывай. Приветствую вас, драгоценные братья и сестры. Благодарю Господа за эту возможность, за этот день, за приглашение пастора Максима в студию. Я хотел бы поделиться с вами свидетельством о том, как я пришел к Господу. Когда мне было 16-17 лет, я ходил в католическую церковь, и в один прекрасный день у меня появился такой в голове вопрос. Кто идет на небеса? Какая динаминация ведет на небо? И знаете, я хочу сказать, что у меня появился такой вопрос, и я задал Господу вопрос. Кто идет к тебе на небеса? И когда... Извините, пожалуйста, волнуюсь, первый раз в студии. И после короткой молитвы, в минуту-две, я ушел, можно сказать, в мир. Я опустился в какие-то пьянки, несмотря на то, что я был спортсмен. Я ушел в блуд, и это продолжалось, наверное, лет 10. Я практически вообще отошел от церкви, даже не практически отошел. И через лет 10-12 мы занимались с женой бизнесом, и мне попала в руки книга «Человек, создавший МВЭЙ». Читая ее, я наткнулся на главу, где автор книги рассказывал об Иисусе Христе и о Десятине. И меня этот вопрос настолько сильно задел, что я нашел выходы, выходы на моего друга детства, который в то время уже был пастором. Пришел к нему и задал вопрос... — Постой, то есть в книге было написано, что необходимо, что? Десятину приносить? — Да, десятину. То есть автор книги постоянно об этом говорил, что в этом есть сила, это, можно сказать, таинство, это какой-то секрет, который знают богатые люди, но именно богатые знают. — А тебе интересно было, ну, как бы, стать богатым? — Да, да, да. Хотелось, хотелось зарабатывать, хотелось процветать, и для меня это было, ну, на тот момент важно. — Важно, то есть ты как бы решил, что вот нужно десятью надавать, чтобы быть богатым, да? — Да. — То есть, ну, интересно. — Ну, мне было интересно вообще, что говорит Библия, потому что Библия для меня все равно была книга номер один. Несмотря на все мои походы на безобразный образ жизни, все равно эта книга для меня была номер один. Просто я, наверное, редко к ней обращался. — Хорошо. Итак, ты в какой-то книжке нашел. Вообще интересно, что о десятинах говорят очень многие авторы мотивационные и которые вдохновляют людей, говорят, что десятина — это обязательно условие для процветания. То есть, как бы в этих историях во всех вообще указывается, что десятина необходима. Необходима десятина, чтобы быть успешным. Неверующие люди, послушайте, дорогие мои зрители, неверующие люди смотрят на практику десятины и говорят, если вы практикуете к десятину, то тогда вы посылаете импульс во вселенную, что вы успешны, благословенны, и что вы можете отделять часть от вашего и Амвэя, и всякие там, я не знаю, Киасаки, Шмиасаки. Все, кто говорят про это, у них, у всех есть десятая часть нужно отдавать. И вот у тебя десятина возник вопрос. Ты позвал своего старого друга пастора, да? — Ну да, я... — Расскажи, как его зовут? — Его зовут Тимур, фамилия Чекунов. Это пастор, он был пастором церкви Освобождения. И я хотел бы рассказать, можно книгу «Малахия» открыть? — Да, пожалуйста, да, я сейчас открою вам «Малахии». — Да, я хочу прочитать это местописание, с которого началась дорога к Господу моя и моей жены Марии. Пастор дал мне прочитать из «Малахии», я с седьмого стиха прочитаю. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов». — «Малахия» — это третья глава. — «Малахия» — третья глава. — «Малахия» — третья глава. — Седьмого стиха. — И седьмого стиха. — Это последняя книга Старого Завета. Послушайте, дорогие, если вы открываете Библию, это последняя книга Старого Завета. Кстати, можно вот эту камеру включить? Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Посмотрите, пожалуйста, что вот это последняя глава Старого Завета. И вот я перелистываю страницу, и вот здесь уже написано Новый Завет. Вот написано Новый Завет. Очень многие люди говорят, что десятина относится к Старому Завету. Но послушайте, Старый Завет уже прошел, вот самый конец, вот здесь. Вот в самом конце пишется о вопросах десятины перед наступлением Нового Завета. Многие говорят, ну это к Старому Завету. Ну как оно относится к Старому Завету, если уже Старый Завет прошел? Здесь очень важный момент подчеркнуть, что это уже начало Нового Завета. Ну и самое главное, что она работает, десятина. Как бы что люди не говорили. Прочитай. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих». Это Малахия 3 глава, 7 стих. «И не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». На этом местописании у меня вообще произошел взрыв в мозгах. То есть, когда я увидел, что мы обкрадываем и обкрадываем не кого-то, а самого Господа. То есть, даже я на тот момент был неверующий человек, меня это сильно задело. Меня это сильно зацепило. И я прочитал дальше. «Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ». Девятый стих. «Обкрадывайте меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолю ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И вот с этого места, с этого места мы стартанули. То есть, стартанули, встали на правильный путь, я считаю. Мы с женой принесли первую десятину в размере десяти тысяч тенге. И не ходя в церковь. То есть, мы даже не хотели ходить. То есть, фактически вы хотели, давай так, будем говорить открыто. Вы хотели стать богатыми. Ну да. Хотели, чтобы... Какие-то, наверное, корыстные цели больше последовали. То есть, все-таки, ну как бы, хотим быть успешными. Что нужно для этого? Десятина. Так, нашли пастора. И пастор говорит, вот тебе местописание, ты прочитал и принес десятину. А пастор тебе ничего больше не говорил? Нет, пастор мне сказал, что это не главное. Что главное, ну мы стали говорить о спасении. И он предложил нам посетить церковь. И мы посетили. Посетили. Да, посетили. Но он также мне сказал, что когда я сделал, сделали пожертвование, пастор мне сказал, что теперь в течение какого-то времени Господь себя тебе покажет. Мне на тот момент это было, наверное, не нужно, потому что я знал, что Господь есть. Но если от этого предложения, конечно же, я не отказался. Потому что если покажет, то покажет. Хорошо. И спустя какое-то время, наверное, неделю, я на тот момент был больным человеком. Я играл в игровые автоматы. Я был казиношник, можно так сказать. Я проиграл. То есть, игроман был, да? Игроман был, да. Ты какой играл в эти рулетки? Я играл в автоматы. В автоматы? На руки бандиты или? Да там разные. Во все играл, да? Да. В разные. Сидел вот так тыкал, да? Да, тыкал. Как ненормальный. И вы знаете, проиграл я 30 тысяч на тот момент. Это были наши последние деньги в семье. Я проиграл эти 30 тысяч. И когда домой пришел, мне было настолько плохо, потому что я уже неоднократно своей жене обещал, что расстанусь с этой болезнью и не буду больше прибегать к этому гиблому делу. Но получилось то, что получилось. И слава богу, что со мной это произошло. Тебе было стыдно? Мне было стыдно. Я пришел домой. Это уже после десятины? Я уже, да, десятину мы принесли. И пошел испулил все оставшиеся деньги. И когда я сидел дома, получается, к тому времени уже приобрел Библию себе, но не читал ее еще. И я стал молиться и просить Господа, просить Господа о том, чтобы Он меня освободил от этого недуга, потому что моих сил абсолютно никаких не хватало. И я пригласил свою жену, то есть она была на кухне, и я позвал ее, говорю, дорогая, пойдем, я дам тебе клятвенное обещание. Я положил руку на Библию. А, ты как в фильмах, да? Да, как в фильмах, как президент Америки. Положил руку на Библию и сказал, что даю тебе... И что ты сказал? Я сказал, что даю тебе слово, ну, жених, перед Господом, Богом, что я больше никогда играть в эти, ну, в автоматы не буду. И с того времени Господь меня полностью освободил. Полностью. То есть я на утро проснулся другим человеком полностью свободным. Как я это узнал? Потому что эти автоматы стояли в бильярдном клубе, в который я заходил даже в бильярд поиграть. И когда я в очередной раз на следующий день пошел поиграть в бильярд, я прошел мимо автоматов, как свободный человек. Полностью освобожден. Никаких моих сил, просто Господь сделал это освобождение. Хорошо. И когда я проиграл эти 30 тысяч, за каждую проигранную тысячу мне дали такие лотерейные билетики. А, то есть казино выдает какие-то бонусы? Да, замануха такая. А, типа проиграл, давай, шанс есть, да? Да, шанс есть. И у меня было 30 таких билетов, которыми... А что с ними потом делают? Их бросают в барабан, там происходит розыгрыш, то есть делают розыгрыш, и победитель выигрывает 30 тысяч деньги. А, 30 тысяч деньги. То есть кому-то, это как бы, ну, одному несчастному дают деньги, которые он спуливал. Да. Ты 30 тысяч проиграл, да? Да, 30 тысяч проиграл. И я пришел к пастору и сказал, пастор, у меня есть билеты эти, он мне сказал, играть больше не нужно, но билеты можешь бросить, и все, и попрощайся с этим гиблым делом. Я пришел, так и сделал, бросил 30 этих, 30 корешков, на каждом билете было по два корешка. И не забыл помолиться. Помолился и попросил Господа, чтобы он меня, чтобы он меня благословил, и чтобы я с этим гиблым делом расстался на позитивной ноте. И знаете, когда весь этот замес произошел, в барабане было около 3-5 тысяч вот этих корешков, потому что люди проигрывали по 300, по 500 тысяч деньги. И твоих 30 корешков. И моих 30, то есть иголка в стогу сена, то есть шансов на победу очень мало. И когда вытянули корешок и сказали, что победил Александр, я оглянулся по сторонам, я посмотрел и думаю, может быть, есть какой-то другой Александр. Но вокруг сидели братья-казахи, и я понял, что улыбнулось счастье. То есть я... Бог благословил. Да, Бог благословил. Я выиграл эти 30 тысяч. То есть ты фактически вернул то, что ты туда спорил. Я вернул сразу, да. И придя к пастору, я отдал десятину. То есть я уже был верным в десятине. И спустя несколько, 2-3 дня мы уезжали с женой в Россию, в Омск. Но у меня было еще 30 корешков. 30 корешков, которые я уже бросить не мог. Я позвонил сестре, передал ее мужу, сказал, придешь, бросишь, выиграем, возьмешь себе 5 тысяч. Уже уверенно. А то есть это еще у тебя 30 корешков в основном? Да, еще 30 корешков. И когда я уехал в Россию с женой, через несколько дней я сидел в машине, абсолютно забыл об этом мероприятии. И получилось так, что приходит сообщение. Мне пишет муж моей сестры, что Александр, ты выиграл 30 тысяч. И на меня, не знаю, что-то такое нахлынуло. Я просто рыдал в машине, плакал. Не от радости, что выиграл эти 30 тысяч, а от того, что Господь показывает себя, Бог, который сотворил небо и землю, показывает грешнику, недостойному его имени. Меня это очень сильно зацепило. И с того времени, с того времени, я, ну, вернее, мы с женой верны в этом. И когда мне попадаются братья на пути и говорят, что мы свободны от десятине. Вот поговори с теми людьми, кто вообще к десятине относится. Хочу сказать, братья и сестры, у кого есть проблема с десятиной, ну, уберите от себя это в сторону. По крайней мере, мы для себя с женой решили абсолютно точно, что будем до конца дней наших на земле пребывания здесь. Мы будем отдавать эту десятину, потому что она нам не принадлежит. И мы отдаем ее не по принципу «мы должны», а по принципу «мы хотим». Значит, кто-то говорит, мы не даем десятину, мы возвращаем десятину. Да, возвращаем. Возвращаем десятину. Послушайте, дорогие мои. Мы возвращаем, Бог нам дает благословение, и 10% — это его, он говорит, это святыня моя. Десятина — это святыня Господня. Мы возвращаем ее обратно к Господу. Мы говорим, Господь, это тебе наше благодарение, наша благодарность. Мы возвращаем, мы даже... Знаешь, если у человека проблема, я сейчас дам, я оторваю от сердца десятину, это значит, ты прилюбился к ней. Но если ты скажешь от начала, что десятина не моя, тогда так легко будет ее отдавать. Тебе даже проблем с этим возникать никаких не будет, если ты скажешь, что десятина — это святыня Господня. Да. Слушай... Еще хотел сказать, что человек должен понимать, что отдавая десятину, он себе лучше делает. Он приобретает, он не теряет однозначно. Потому что быстро, короткое свидетельство расскажу. Друг у меня есть, Вадим Арсентьев, пастор церкви сегодня в Петропавловске. И у него мама живет в селе, в деревне Боголюбово. Так вот она мне засвидетельствовала в те времена, когда мы только уверовали, что колорадский жук поел всю картошку вокруг ее участка, а к ней на участок не зашел. И она говорит, меня соседи... Ну, мне соседи говорили, ты ведьма, ты что-то там колдуешь, что картошку жук поел у нас у всех, а к тебе не зашел. И она говорит, Саш, а я просто верна в десятине, слава Бога. И все, вот такой короткий свидетельств. У нас еще есть такая традиция с пасхальным семенем. В нашей церкви есть такая традиция. Мы на каждую Пасху готовимся по несколько месяцев, и большинство людей в церкви приносят особенное пасхальное пожертвование для Господа. То есть мы как бы... Эта традиция уже много лет заведена. И расскажи твое свидетельство про пасхальное семя. Вообще, как у тебя было отношение к ней? Ну, отношение было у меня, наверное, до прошлого года. Оно было хорошее, но мы никогда пожертвования-то не делали. И вот в том году, в 2014, мы с женой сели, переговорили. То есть мы каждый год брали конверт, и каждый год оставляли его пустым. Но в 2014... Что происходит? Я сейчас объясню нашим зрителям. Мы за полгода готовится конверт специальный. Люди берут домой и начинают потихонечку складывать туда свои приношения. По чуть-чуть. То есть это не так, что оторвают семьи бюджет. Но бросают дети, бросают в родители. По чуть-чуть бросают конверт. И накапливается специальный пасхальный конверт. Конверт благодарения, где мы... Приношение Господу... Это как бы жертва благодарения. Расскажи нашим зрителям. Так вот, в декабре месяце, в ноябре-декабре месяце, мы сели с женой, переговорили, и решили, что мы будем делать это четко. То есть каждый день будем откладывать определенную сумму. Мы взяли себе конверт, взяли нашим дочерям, Стефани и Доминике. То есть выделяли им определенную сумму, которую они каждый день вкладывали в конверт. И вот несколько месяцев мы это делали. Мы собрали сумму и в день Пасхи мы пошли и пожертвовали. В этом году на Пасху, пасхальное осенье, воскресенье. В этом году, в воскресенье, на Пасху, мы пожертвовали наши финансы, которые мы скопили, собрали. Параллельно ты занимался каким-то бизнесом? Начал какой-то бизнес? Да, уже бизнес по пневмоподушкам уже был. То есть у вас были пневмоподушки. Какого размера вообще? Как выглядят эти? Вот такого размера? Ну, небольшого. Вот такая пневмоподушка. Это такой пневмобаллон, который накачивается воздухом. Он дает плавный ход машине. Окей, плавный ход машине. Я просто не совсем разбираюсь. На нем двигатель стоит, что ли? Нет. Она ставится на стойку. А, окей. На стойке, соответственно, колесо. И на кочках. Я понял. Хорошо. Итак, вы выпускаете пневмоподушки. Производите, да? Для каких машин? Ну, для бизнес-класса. Машин бизнес-класса. И вот, рассказывай дальше. На камеру расскажи. И когда мы сделали это пожертвование, в ближайший же месяц Господь дал вот это свидетельство. То есть, у нас были продажи, где-то подушек 12-13 мы продавали в месяц. После пожертвования в следующий месяц мы продали 31 подушку. 31 подушку. 31 пневмобаллон. На следующий месяц 60. А почему? Вы рекламу увеличили? Нет. Когда я позвонил драгоценному брату. Вадим Любых, брат церкви. Он у нас там рулит всем этим производством. Я спросил, Вадим, что мы изменили в работе? Что мы сделали? Мы больше сделали рекламы? Или как-то работать по-другому стали? Вадим сказал, нет, мы как работали, так и работаем. Качественно, слаженно. Но вот это все, весь рост произошел, хочу напомнить. После этого пожертвования. И первый месяц... То есть, еще раз. Вот до этого продавали, когда в апреле было, да, Пасха у нас? До апреля продавали по сколько подушек в месяц? Ну, у нас, по-моему, там рекорд был 13 подушек. 13 подушек рекорд был, да? Да. 13 подушек. После пасхального семени на следующий месяц... 31. 31 подушка. 31. Это рост больше, чем в два раза. В два раза. Дальше что происходит? Потом 60. На следующий месяц 60? Да. И вот с Вадимом разговаривал буквально на днях. В этом месяце, то есть месяц июль. Месяц июля. 80 подушек. 80 подушек. То есть, 30, 60, 80 подушек. И ты связываешь это с пасхальным семенем? Я напрямую связываю с пасхальным семенем. С работой качественной моего брата Любых Вадима. Но хочу сказать, что да, после этого произошел рост. Невероятно. Тут все взаимосвязано. Но я понял, откуда дует ветер благословения. Откуда растут ноги, да? Ну, потрясающе. Вы знаете, очень многие люди относятся так пожертвованиям. Да ладно, да что, да куда. Но благодаря десятинам и приношениям происходят две вещи. Первое. Распространяется благая весть. То есть, когда финансируется церковь или служение, или СНЛ, или Дом Веры. Идет распространение благой вести. Умножение. Царство Божие расширяется. Второе. Происходит духовное действие. Бог на небесах каким-то образом посылает благоволение, славу свою, от Духа своего изливает на твои дела рук. И вот то, что ты делаешь, то будет благословенным. Есть очень много бездельников, которые ничего не делают и говорят, я буду десятину давать, я буду приношения давать. И пусть Бог меня благословляет, чтобы деньги падали с неба. Так не будет никогда. Деньги с неба не падают. Но Бог сказал, благословлю дела рук твоих. Если у тебя нет дел, Бог не благословит. Необходимо предпринимать. Посмотрите, вот здесь Александр Иоанн со мной. Он занимается и футбол играет. Поверите, нет. Гоняет мяч и за это получает деньги. Ему нравится это. Второе. Он занимается распространением продукции. Своей Петропавловской продуктовой. И третье. Эти подушки Бог благословляет. Вот послушайте. Благословляет то, что вы делаете. А как, хочу сказать, а как мне пришел этот бизнес. Это тоже свидетельство. Мне позвонил пастор из Петропавловска, который был у другого пастора в гостях в Омске. И сказал, что есть возможность. То есть брат из Минска верующий ищет партнера в Алмате для этого производства. И спросил, ты будешь этим заниматься? Несмотря на то, что я всю жизнь провел в футболе. У меня, я не могу похвастаться. Опыта ноль в производстве. Да. Даже не могу похвастаться своим образованием. Девять классов. Маловато. Да, маловато. Но Бог благословил. И я не отказался от этого предложения. Мы связались. Я связался с братом из Минска. Он прилетел. Мы познакомились. И мы закрутили вот это производство. То есть это тоже, как я привязываю это к верности в десятине и в пожертвовании. Потому что, ну почему я и почему мне? То есть я не мог этого понять. То есть почему предложение поступило? Я вижу в этом руку Божью для того, чтобы, ну для моей семьи, для моей жизни. И это для меня огромное благословение. Знаете, я хочу сказать такую вещь. Бог не требует всего. Многие говорят, я отдам все. Бог никогда не говорит, отдай все. Он не говорит, отдай все. Это странно. Когда Бог говорит, мне не нужно все, отдай десятую часть. Когда ты приносишь десятую часть, Он говорит, все остальные девять частей твоих. Инвестируй, вкладывай, управляй, сохраняй, экономь, направляй, занимайся на семью, на детей, на жизнь. Многие люди думают, что если я принесу все, Богу так понравится, но это безумие. Это не нормально, это странно. Это странно. Бог не требует всего. Он говорит, отдай десятую часть и приношение все. Больше принесите ко мне. Я открою окна небесные. Я издалю благословение. Это принцип. Когда ты отделяешь часть, ты показываешь всему миру, показываешь духовный мир, что ты благословен. И тем самым ты привлекаешь, магнитишь, притягиваешь благословение. Аминь. Даже если неверующие люди. Я знаю, что много неверующих людей приносят, передают десятиду туда, в церковь. Ну вот как я. Ты был неверующим. Ты неверующим приносил десятиду. Нет, но я же по сути был неверующим. То есть я знал об Иисусе Христе, но я был номинальный. То есть у меня знаний, которые я приобрел в церкви «Новая жизнь», в колледже. Не было. У меня не было. Я был неверующим. То есть фактически, вот смотрите, неверующим человеком начал давать десятину, и до сегодняшнего дает, и благословляется. Были трудные времена? Были. Я помню, ты рассказывал, как ты спал в Алма-Ате в машине. Да, когда переезжали. Когда переезжали в Алма-Ату, это было нечто. Что у тебя? Ты рядом с церковью где-то в машине спал, да? У меня был момент такой, когда мы перебирались в Алма-Ату, я первый уехал. Я месяц жил у моего друга, ну где-то три недели. И был такой момент, когда ночевать негде было, я ночевал в машине. Я взял, когда переезжал с собой, подушку, одеяло, все. То есть у меня было все снаряжение. И в одну из трех ночей я понял, что мне нужно что-то делать. И я встал на колени. Где, в доме? В машине. В машине? В машине. Я молился и плакал, и просил Господа, чтобы он меня благословил на земле Алма-Атинской. Потому что домой возвращаться не хотел в Петропавловск, не видел себя в этом городе. Но возвращаться надо было за женой. Она была беременная на восьмом месяце. И помолившись в машине, поговорив с Отцом Небесным, очень конкретно я с ним разговаривал. Я просил, чтобы он меня благословил. И что я, если надо будет, полгода буду жить в машине. Но назад не хочу. Ты как бы условия поставил? Ну как бы да, наверное, это была такая с моей стороны дерзкая молитва, но в течение семи-десяти дней Господь благословил меня. Семи-десяти? Семи-десяти. А, семь-десяти дней? Семь-десять дней. И через неделю у меня уже на руках было пять тысяч долларов. Я никого не обокрал и никого не убил. То есть, Господь благословил. Мне дали в футбольных командах, в разных. А, тебе дали работу, да? Деньги, да. Ну дали даже наперед. Авансы. Дали наперед. Чемпионат начинался через два месяца. Мне дали в одной команде пятьсот долларов, в другой тысячу. И потом мы сделку с другом сделали и еще заработали по три с половиной тысячи долларов. Ну потрясающе. Ну что ж, я думаю, что в этом есть огромнейшее благословение. Драгоценные мои. Наш эфир подошходит к концу. 45 минут быстро пролетели. Очень быстро. Столько еще хочется сказать. Да. У него есть еще история, как он постился и играл в футбол. Это тоже очень интересная история. Может быть, на следующий раз мы оставим. Наших зрителей хочу из Дома Веры посмотреть, кто там что пишет. Ребята пишут благословения. Приветствуют Алла из Краматорской. Я присоединился Евгений из Кишинева. Мир вам. Благословляю вас. Ольга из Кирова-Черчепецк. Благословляю. Пусть Бог благословит вас всех, кто там пишет, комментирует. Такая история интересная. Молодой человек пришел к Господу через десятины. Он пришел и сказал, что такое десятина, пастор. И отдал жизнь Господу. И сегодня Бог благословляет. Представляете, и в футбол играет. И печенье распространяет. И подушки делает. И Бог благословляет. Почему нет? Я вижу, как Бог благословляет тех, кто верны в десятинах. Можно еще сказать. Помимо всего этого, Он мне дал красивую, верную, любящую жену. Жилье. Жилье. Господь подействовал через родителей. Использовал родителей. То есть родители большую роль сыграли. И в бизнесе, и в жилье. И дал красивых детей. Красивых детей, здоровых детей. Классных детей. У меня их четверо. Простри руки. Благословляем. Во имя Иисуса Христа мы говорим благословениям вами, дорогие. Пускай Бог благословит вас. Да даст умножение вам. Да откроет и зальет от Духа Своего на вас, благословляя именем Иисуса Христа. Я говорю благословение на вами, именем Иисуса Христа, благословляю вас. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да откроет вам истину свою, да и зальет Господь от Духа Своего. Аминь. Александр, спасибо большое вам за участие. Спасибо, Максим. Дорогие друзья, наш эфир подходит к концу, остается буквально несколько секунд. Я хочу сказать вам спасибо всем друзьям и партнерам, кто поддерживает нашу работу, поддерживает наше служение, поддерживает нас десятинами и приношениями. Пусть Бог благословит вас. Ваша верность открывает окна небесные над вами, открывает окна небесные над нами, и мы распространяем Евангелие по всему земному шару. И будем во все... Наша задача войти в каждый дом, чтобы Иисус вошел в каждое, в каждое сердце. Пусть Бог благословит вас обильно. Встретимся с вами завтра, на том же месте, в тот же час, домверы.ру. Буду рад вас, рад с вами быть. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Сегодня с вами был Максим Максимов. Встретимся завтра. Люблю и ценю каждого из вас. Будьте благословлены. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok